Добрый вечер понедельника. Да, сегодня мы начинаем чуть позже. Кому интересно будет тут присоединиться, а кому не интересно или некогда посмотрит в записи. Добрый вечер понедельника. Я напоминаю обычные правила о том, что эфиры посвящены теории германской новой медицины, каким-то разбором личных историй, примером. И плюс коммуникации с теми, кто присоединяется. Соответственно, правила простые. Вопросы я практически ваши не читаю здесь. Ну и сегодня уже времени достаточно много. Я попробую ответить на часть вопросов, кого-то взять в эфир. И на этом мы будем такой коротенький эфир попробуем провести. И что еще хотел сказать? Давай согласие на присоединение. Отправляя заявку на присоединение к эфиру, вы тем самым подтверждаете, что у вас нет психиатрического диагноза, и вы не состоите на учете в соответствующих инстанциях. Плюс даете разрешение на публикацию нашей с вами коммуникации в эфире в открытых источниках, поскольку я их не закрываю. Поблагодарить там за информацию в эфире вы можете оказав благотворительную помощь приюту для животных Остров Надежды. Соответственно, их аккаунт я сохраняю под эфиром. Наверное, вот какие-то такие основные правила, те, кто смотрит меня уже в течение года, эти правила помнят, вот, они не меняются, и все остальное остается таким же. Добрый вечер понедельник, а, соответственно, вся неделя будет доброй и больше, да, там, как нам говорят астрологи, сложный период заканчивается, будем на это рассчитывать, даже если кому-то сейчас кажется, что это не так. Хорошо, ну что, пойдем вперед, сегодня у нас такое, 5 июля, и я попробую ответить на несколько вопросов, да, там в прошлом эфире было такое взаимодействие, которое не привело к результату меня с клиентом, и, соответственно, вопрос, наверное, тоже, который возник, видимо, отчасти по этому поводу, если нет явного результата, какие мысли по этому поводу, там, что можно сделать, как и что. Я напомню свой подход, когда я принимал клиентов, сейчас я не веду частный прием, и когда я принимал их, моя позиция была такая, что, как минимум, это несколько сессий подряд, потому что по разным причинам, в том числе по психологическим, даже в психоанализе есть понятие установочного сеанса, или знакомства, и в психологии много таких необходимых действий, которые нужно сделать. и когда сессия разовая, то можно, это, во-первых, поле для манипуляций появляется, можно вызвать эмоцию, можно сделать какое-то внушение, можно даже добиться какого-то эффекта, но это все-таки, я говорю, такое поле для манипуляций, я не говорю о том, что никогда нет эффекта, да, там, понятно, что в разовых сессиях огромное количество чего-то можно, ну, там, результативно отработать, но должно совпасть несколько условий, человек должен быть готов, у него должны быть ресурсы социальные для этого, да, чтобы те изменения, которые произошли, он мог воплотить жизнь, а не просто так, что он вернулся в свою систему, и опять, да, я напомню ту веселую фразу, которая, по-моему, в прошлом эфире сказал, что многие готовы лечиться, готовы, выздоравливать нет, да, вот такой момент, и, соответственно, моя позиция всегда была такая, с сессиями, ну, в смысле, блоками, на первой сессии там раскачивание такой психики происходит, и смотрим, что отыгрывает, там, что-то явное решаем, на второй сессии проявляется то, что не не состыковалась система, и начинает либо актуализироваться, либо там симптом какой-то проявляется, на третьей сессии, соответственно, уже корректируем те изменения, которые произошли, поэтому моя позиция была такая, мысли, если за сессию ничего не получилось, но, опять же, действительно ли не получилось, или мы сделали какие-то действия, которые дадут результат, я особо не переживаю по этому поводу, все зависит от того, какую цель, ну, какую цель преследовала эта разовая встреча, если говорить про эфиры, то здесь я вообще не преследую сверхцелей, моя изначальная задача, понятно, что она немножко трансформируется в общении с теми, кто выходит в эфир, моя изначальная задача была показать оттенки, ну, или, вернее, взгляд сквозь призму германской новой медицины, а не получить результат, хотя обратная связь от тех, кто был в эфирах, достаточно много положительного происходит у людей, кто попадал в эфиры. Как-то так, вот, по этому поводу хотел я ответить. И второй вопрос был, почему некоторым людям лекарства, там БАДы, витамины помогают, а некоторым нет. Здесь мы должны, наверное, сделать такую отсылку внутреннюю к тому, что процессами восприятия и вообще процесс восприятия это и есть наша психика, да, то есть восприятие внешнего мира это психический процесс, который определяется очень большим количеством, наверное, не то, что определяется, на который влияет огромное количество причин. ваше текущее состояние, ваше эмоциональное состояние, которое на автобиографическую память напрямую, допустим, влияет, ваше физическое здоровье, ваше знание о том, что вы здоровы, нездоровы, исходя из какой-то концепции, которой вы пользуетесь, там, не знаю, медицинской, там, какая-то нетрадиционная медицина, не знаю, вам на биорезонансе сказали, что у вас там какой-нибудь паразит ползает, который вы не можете никак отследить, только вот он на биорезонансе есть, и вы начинаете с этим знанием что-то делать. И, конечно же, восприятие, коммуникация, внешний мир определяется психическими факторы. И здесь есть один оттенок, что я ожидаю, эффект плацебо, эффект нацебо, многие вещи. Я рассказывал в каком-то из эфиров, эфиров, этот пример, когда клиентка приходит, сдает анализы, ей врач говорит, анализы плохие, там, ухудшения. Она идет, пересдает там в течение часа эти анализы, но первые анализы она сдает медсестре, которая ей не симпатична, и у нее с ней такой внутренний конфликт, противоречие, а вторые анализы она сдает медсестре, с которой у нее хорошее взаимодействие. И вторые анализы совершенно другие. Врач говорит, что вы за час сделали? Она говорит, ничего, я просто другому человеку сдала. Поэтому таких эффектов очень много может быть. И, соответственно, верим мы во что-то, помогает, не верим, не помогает. Но это, на мой взгляд, работает только до определенного момента. Опять же, в прошлом эфире мы говорили на эту тему. Можно снизить эффект от воздействия, от токсинов, усилить эффект плацебо с помощью внушений и предготовности. и разного рода там есть ухищрения психологические. Но, если это прямая интоксикация, если подростку дать выпить бутылку водки, даже если он будет в гипнозе, будет считать, что он пьет апельсиновый сок или еще что-то, организм может просто технически не найти ресурсов, чтобы справиться с интоксикацией. Поэтому до определенного момента, да, а так есть много таких способов, когда, допустим, дают действующее вещество в стакане воды, растворяют, потом дозировку уменьшают, 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 потом просто сам эффект треком, то, что называется, человек выпивает стакан воды уже без действующего вещества, без препаратов, и у него в теле происходят определенные моменты, потому что мышление напрямую влияет на нашу физиологию, но спектр этого действия, интенсивность этого действия, она, на мой взгляд, все-таки ограничена, не полностью. Это вот тоже я хотел сказать, почему на кого-то действуют, на кого-то нет. Я в свое время тоже считал, что витамины полезны, что нужно там их что-то пить, еще что-то, и вот есть же пример такой про витамин С, я тоже уже, видимо, рассказывал, потому что такой, у меня на языке он вертится, о том, что даже есть Нобелевская премия, да, за применение витамина С, но на самом деле исследования показывают о том, что в состоянии симпатикотонии, там, состоянии стресса витамин С просто не усваивается, вы можете выпить его лошадиную дозу, и он не усвоится. В состоянии вагатонии, постконфликтные фазы, да, там, если в теории ГНМ, то там, там по-другому происходит усвоение, но что важнее, витамин С или само решение конфликта, я считаю, что решение конфликта, и тогда из обычной пищи я могу все это получить, а если я нахожусь в активном поиске решения, то пища просто не, может вообще не восприниматься теми рецепторами, и не восприниматься как полезная, потому что цель организма на войне обкакаться и убежать, да, не переваривать пищу, поэтому оттенки, конечно, стоит рассматривать, и вот я говорю, я когда-то считал, что витамины полезны, потом, когда начал это все изучать, понял, что химически там неважно, витамин Д, витамин С, там, витамины группы В, толку никаких, там, кальций какой-нибудь, да, это уже не про витамины, про минеральные вещества, кальций какой-нибудь, который люди там принимают, не знаю, горстями, и он где-нибудь оседает, поскольку почки там, и механизм метаболизма не позволяет организму вывести, и мы, и вот так, если посмотреть, ведь про все, да, там, была теория, что нельзя там, животные жиры, там, они там вредны, или там, с холестерином, что-нибудь, или там яйца нельзя, или молоко не усваивается у взрослых людей, бред, бред, абсолютный, абсолютный, чтобы вот там эндокринологи не говорили, потому что человек не мог переваривать, с ним поработали психотерапевтически, и у него все нормально, да, переваривают, а потом врачи удивляются, почему-то, но рассказывать нам будут, что да, гормонозаместительная терапия нужна, это неизменно, еще что-то, я повторю свою идею, мышление управляет нашей физиологией, так что, давайте, попробуйте хотя бы опираться на эту идею, и возможно, в вашей жизни очень много изменений произойдет, а я попробую ответить на вопросы и возьмем кого-нибудь в эфир. На стадине, да, такой вопрос был задан, попросили рассказать о том, что возникает неприятное ощущение в области молочной железы, чувствительность бывает повышается, нагрубение такое, да, там что, болезненность, еще часто связывают с ПМС, да, у женщин, и на самом деле здесь мы опять попадаемся в такую ловушку, которая очень часто есть, очень часто в наших головах мы попадаемся на объяснение, я вот, ну, не знаю, прям красными буквами объяснить это, да, хочу написать о том, что объяснение правдой не является, но у нас на все есть объяснение, потому что психика пустоты не терпит, она не терпит одного события просто как факт, невозможно это для психики, и она подтаскивает какое-то объяснение, это может быть объяснение звезды совпали, это может быть объяснение это, потому что это, это может быть объяснение наука, религия, что угодно, но мы попадаемся в ловушку, есть что-то, есть объяснение, И все наше внимание фиксируется на объяснении. Психологи это хорошо знают, ну, в принципе, все это знают хорошо, не все используют. Объяснение правдой никогда не является. Поэтому, если возникает дискомфорт в молочной железе, и если вы наблюдаете это, допустим, перед началом месячных, ну, или за какой-то период, то на две вещи нужно обратить внимание. Что является повторяющим фактором, либо какое внутреннее переживание. Помните эти все вопросы, которые мы себе задаем. Каким ты себя ощущаешь? Что опасного? Чего не хватает? Это то состояние, почему мне приходится быть в готовности или в защитном каком-то процессе. Второй момент, когда обратил на это первый раз внимание, что негативного или что пугающего, что неприятного происходило. Потому что вторая связка, которая достаточно часто образуется, и вот, допустим, ну, там, те же болезненные месячные. Родители ругаются, а у ребенка начинаются месячные, и он, испытывая дискомфорт по поводу того, что родители ругаются, связывает это там со своими месячными. Поэтому, если происходит постоянный цикл, поищите, что трекует. Основной причиной, ну, такой, которая явная, да, там, конечно, может быть состояние отека. Либо конфликт решился, либо, наоборот, вы попадаете в состояние вот этого одиночества, что, там, перед месячными чувствуете себя, там, какой-то одинокой. Технически нужно решать эти вещи. Плюс, понятно, что, там, нижнее белье может влиять, да, там, на лимфоотток, еще что-то. Когда мануальные терапевты об этом знают, что достаточно много возникает разного рода процесса просто от того, что, там, бюстгальтер пережимает протоки, ну, и вообще ограничивает движение и внутреннее, и, там, тканевое. Поэтому, какие-то такие вещи совмещайте, не являются это болезнью, как и большинство того, что мы обсуждаем. Я не знаю, вообще, можно ли болезнь назвать, да, там, в теории ГНМ этого нет. Поэтому, ищите, ищите, что вас беспокоило, когда это появилось. Следующий момент по поводу опущения правой почки. По поводу опущения правой почки. И здесь, опять, у меня, там, всплывает мой прошлый опыт, там, телесной работы, висцеральных подходов. Причин, конечно же, может быть, несколько. Если мы говорим, опираясь на германскую новую медицину, то первой причиной может быть нарушение связочного аппарата и мышечного аппарата, работы мышц, по которым почка скользит и поддерживает. И, соответственно, это какие-то конфликты самообесценивания, связанные, там, с правой стороной. И тут нужно смотреть правша-левша, взаимодействие какое-то. А второй момент, сама почка, нарушение ее дисфункции, тоже будет ассоциативно связана с поддерживающим аппаратом. И мы понимаем, что из той же кинезиологии, что связь взаимная. Правая почка, какие-то вопросы, нерешенные либо с жидкостью, либо с безопасностью. Я бы все-таки смотрел в первую очередь на безопасность и в социальном плане. Плюс оттенки безопасность. Ну да, такая. Не могу что-то получить, обеспечивающую мою безопасность. Это то, что я бы смотрел в первую очередь. Второй момент, что нужно смотреть, поскольку правая почка, она находится под печенью, может быть просто дисфункции печени включаться, и почка может тоже смещаться. Правая почка должна быть, ну, в смысле, не то, что должна быть, она чаще находится ниже левой, да, именно из-за строения телесного. И третий момент, который тоже нам часто выдают за опущение почечное, это ротация почки. Да, потому что правая и левая почки ротируются в разные стороны, и смещение одно относительно другое тоже может восприниматься как опущение почки. Ротация связана с артериями почечными и, соответственно, с конфликтом каким-то самообесценивания. Но там есть оттенки. Тоже какая-то безопасность будет, по большому счету. Нет, не знаю я, вот сейчас не могу объяснить, наверное, корректно, что может вызывать именно ротацию почек. А физически это происходит как напряжение в артериях. Мышечная трубка, она скручивается, как вот полотенце. Вы скручиваете, если за концы возьмете полотенце, когда вы сжимаете его, то будет смещаться и ротироваться места прикрепления. Вот этот эффект там возникает. Я бы в первую очередь при опущении почек смотрел на два конфликта. Безопасность и телесная работа. Весцеральный массаж, либо мануальные какие-то действия. Ну, вероятно, остеопатия висцеральная тоже может помочь. Вопрос, который мне задавали, по-моему, еще на прошлом эфире. Я не ответил на него. И сейчас попробую ответить. По поводу гипергомоцистеинемии. Такое длинное название медицинское. И был вопрос задан. Какой это конфликт гипергомоцистеинемия? Какой конфликт? Что искать? Ну, и там, в чем... Что делать, да, там, при нем? Я так понимаю, что вопрос, скорее всего, был задан... Я встречался просто с таким диагнозом в работе. Вопрос был задан, видимо, с каким-то запросом или сложностью про вынашивание и не вынашивание беременности. Потому что беременным ставят иногда такой диагноз, когда... Ну, сложности с вынашиванием, да, там, выкидыши или там... Беременность замершая. Потому что говорят, что плацентарное кровоснабжение нарушено, тромбообразование повышенное или опасность его, еще что-то. И я бы посмотрел, из практики это мой такой опыт, на два момента. Во-первых, это нарушение образования форменных элементов тромбоцитов. А второй момент, это, конечно же, нарушение эндотелия, да, такой воспалительные процессы в сосудах, которые могут тоже в этом участвовать. Причем не в основных сосудах, а в периферийных. И вот здесь я бы посмотрел, ну, опять же, из практики, что мы разбирали. Первый момент, поскольку это периферийное кровоснабжение, это уже признак какого-то рецидива, ну, то есть, какой-то конфликт в рецидивах. Периферийное кровоснабжение нарушается. Второй момент, поскольку это нарушение связано с тромбоцитами, то это какой-то конфликт страха за ребенка, страха потери, такой разрыв с ребенком. Почему? Потому что тромбоциты у нас отвечают за свертываемость крови, и, соответственно, если есть травма, то тромбоциты уменьшаются, потом, соответственно, когда травма зарастает, тромбоциты увеличиваются, да, и вот это может влиять. Какой-то конфликт именно в голове, связанный с потерей или со страхом потери ребенка. И третий момент, поскольку это кровь, относится к новой мезодерме, какие-то конфликты самообесценивания, но тоже связаны там. Боюсь, что отец ребенка не примет. Боюсь, что ну вот какие-то сложности во взаимоотношениях, ну что меня не примут, да, в том виде, в котором я есть. Вот эти три вещи, которые я решал в работе, не могу сказать, какая из них основная, но эффект вот от этого взаимодействия, вот от такого был. Поэтому, если есть такой диагноз, смотрите, не бойтесь и попробуйте вот посмотреть на вот эти три аспекта, да. Страх потери, как как кровопотеря, да, такой момент. Второй момент, самообесценивание, конфликтное, и третий момент, неприемлемость каких-то отношений. Вот по этому поводу я что хотел сказать. Не буду я там по поводу аминокислот говорить, ну, к этому же диагнозу. Это отдельный разговор, очень большой. И еще один вопрос у меня был, и мы возьмем кого-нибудь в эфир. Что там еще пишите? Что там еще пишите мне? По поводу, был вопрос, сын 6 лет, свищ на верхней левой четверке, и вообще плохие зубы с года, кариес, и плюс, я так понимаю, у этого же ребенка задержка речи и аденоиды. Давайте попробуем посмотреть на вот этот такой большой список, и возможно мы увидим что-то общее в этом. зубы, конечно же, у нас выполняют несколько функций. Это речевая функция, это хватательная функция, кусок удержать, переживать, это агрессия, это оторвать кусок, какие-то такие вопросы с жеванием, с куском, с пережевыванием, с защитой. И, как ни странно, как ни странно, вот во всем этом перечисленном речевая функция зубов в практике у человека начинают выступать, ну, там, выходить на первый план. Невозможность ответить, невозможность огрызнуться, да, в ответ на какие-то действия, невозможность проявить себя, невозможность заявить о себе, невозможность выражать или запрет на выражение каких-то своих мыслей, как ни странно, начинает очень сильно влиять. Если это у ребенка проявляется с самого детства, то какая-то метафора «держи язык за зубами» или «не рассказывай о чем-то» возможно здесь является основной. Потому что мы говорим о кариесе как о разрушении твердых тканей, соответственно, в теории ГНМ это будет что? Конфликт самообесценивания по поводу невозможности я не могу укусить, потому что я слабый, ну, не способен это сделать, да, по каким-то причинам. Если это у ребенка с года, ну, понятно, что стоит поискать мамин конфликт, плюс с двух оттенков. Возможно, что-то в год произошло, если с годика у ребенка этот симптом. второй момент, поскольку год началось, стоит посмотреть беременность, да, там первый-второй месяц, ну, первый месяц, в принципе, там, когда забеременела и, возможно, пришлось держать язык за зубами про беременность. Да, такая связка тоже может быть актуальной. и задержка речи как раз лично мне бы, ну, не знаю, это, это, конечно, ошибка такая терапевтическая предполагать, но задержка речи для меня была бы более важным фактором нарушения в зубах, именно связанной с речью, чем сам кариес. Поэтому, если у ребенка есть такое нарушение, я бы в первую очередь посмотрел две стороны, что в год произошло, что произошло, когда женщина-мама забеременела и почему, какие были оттенки, держи язык за зубами, не рассказывай, не говори, не проявляйся в каком-то таком виде, связанной с ребенком. Не могу сказать на работе, да, потому что тогда уволят. Не могу сказать партнеру, он не готов или сказал там забеременеешь, разойдемся или еще что-нибудь. Не могу сказать, потому что кто-то против. Какие-то такие оттенки могут в разных аспектах проявляться. Я бы в первую очередь смотрел на это. Плюс аденоиды у ребенка, и я повторяюсь, уже много раз я об этом говорил, что аденоиды являются тканью, которая помогает по сути пропихнуть или исторгнуть что-то, да, это желтые ткани, которые вырабатывают слизь для проталкивания куска пищи либо внутрь, либо наружу. И по моей практике аденоиды очень часто являются у ребенка, аденоиды у ребенка являются отражением конфликтности между мамой и папой, когда какой-то выбор родители не могут сделать. И вот посмотрите, кариес у ребенка задержка речи и аденоиды. И вот для меня картинка рисуется такая, что мама вынуждена отказаться от какого-то своего выбора или ощущать, что есть что-то, ну, что-то она не может получить, при этом она вынуждена держать язык за зубами и при этом обесценивает себя, что надо бы себя каким-то образом проявить, но есть запрет, я не справляюсь, я слабая, если вдруг я скажу, то я пострадаю. Вот какие-то такие оттенки я бы посмотрел в первую очередь вот при таком конфликте. Ну, и свищ, который там у ребенка проявляется, это просто четверка, верхняя четверка левая. Если ребенок правша, то тоже какое-то взаимоотношение с мамой, мамин, мамино отражение может быть, воспалительный процесс, который здесь включен, тоже будет к самообесцениванию. Поэтому я бы вот я вижу этот вопрос вот так. Давайте мы сейчас возьмем кого-нибудь в эфир и попробуем пообщаться. Синдром раздраженного кишечника, болевая форма и сырка или про что? или про что вопрос. Синдром раздраженного кишечника очень часто связан опять же у человека социализированного с невозможностью получить деньги и это связано с эмоциональным переживанием. Я не говорю, что в данном случае это так, но достаточно часто такая причина есть. Несколько оттенков может быть, но в моей практике это самое частое. Так, что еще? Хорошо, ну что, берем кого-нибудь в эфир. О, у нас сегодня всего ничего. Светлана Лаврова, да, пообщаться со мной. Здравствуйте. Светлана? Да, Светлана. Так, простите, я вас не слышу, сейчас я погромче сделаю. Мне может научники, надеюсь? Ну, было бы, наверное, получше, да. мне даже не верится. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Прошу прощения. Да. Как-то так. Так лучше? Да, так очень хорошо. Я думаю, что просто тем, кто нас смотрит, чтобы было поудобнее. Поудобнее. С чем вы в эфир пожаловались? Ой, с чем я в эфир? У меня с семнадцатого года поставили... А сколько вам сейчас лет? Мне сорок пять. Прекрасный возраст. И что там в семнадцатом году у вас произошло? В семнадцатом году мне поставили диагноз рак молочной железы с правой стороны. А какой? Правой. Что? Ну, я понимаю, правой, а рак разный бывает. Онкология, она такая штука. Вы знаете, это считается агрессивной формой рака, которая очень часто идет там везде. Так какой? Протоковый, железный, дольковый, как они называют, люминальный. Знаете, у него стоит там хер-2 какой-то. Ну, да, Аббревиатура не очень по-русски звучит. Да, да. Хорошо. Вот. Вот. Там как шутили с нами херовые девочки. Ну, в общем, ну, прошла, конечно, я полный протокол абсолютно. Там началось все с неодевантной химиотерапии, потом операция, потом лучи, в общем, снова химиотерапия, потом у меня до года продлили таргет. вот. И через семь месяцев рецидив, так скажем, вторичное проявление головной мозг, правая доля, лобная. Правая лобная доля. вот. И назначили гамму-нож, сделала я гамму-нож. Проходит семь месяцев, снова рецидив в том же месте. В голове, в смысле? Да, да. Провели еще одну гамму-нож. И вот завтра я еду на ПЭТ, потому что МРТ показало, что там то ли распад идет, ну, как радионуклиды или что-то там, да, такое распадается. Ну, продукт радиораспада нужно более точно. Так, вы пропали. Светлана, вы куда-то пропали. Светлана, так, да, вы куда-то пропали. Что появился, там где-то рядом второй. А прошло всего после предыдущей гаммы два месяца. То есть, как бы сроки сжались, уже сжимаются. то есть, вначале было по семь месяцев, теперь вот сроки уменьшаются. У вас, ну, к сожалению, я вынужден эти вопросы задавать, не знаю, там эфир открытый, ну, и там, я не знаю, насколько вам это, если вдруг не хотите, рассказывать не надо, но мне просто важно. Операцию делали, удалили, да, молочную железу? Да, радикальная мастоктабия с лепоузлами. Одну или обе? Нет, одну убрали. Одну. Убрали одну молочную железу и 11 лимфоузлов убрали. С правой стороны все, соответственно, ну, по правой стороне. Вы правша или левша? Правша. Правша. Дети есть у вас? Трое мальчиков. Трое пацанов? Да. Мать героиня? А самому младшему сколько? Ну, вот в третий класс переходит. Ну, перешел. переходит. 17-й год, 4 года назад. Что там в вашей жизни было? 4 года назад. Ой, что там в моей жизни было? Мы, знаете, с Дальнего Востока семья военных переехали в Петербург. Муж у нас остался еще там. То есть вы переехали без супруга? Вы пропали на секундочку. Вы переехали в 17-м году именно? Или нет? Мы приехали в 14-м году. В 14-м? Угу. А супруг когда приехал? А супруг приехал годом позже. То есть он нас сюда отправил. в 15-м. В 15-м. В 15-м. Да. И вот год я тут с ними одна как-то устраивала. Это все садики, школы. Вот. И потом вот получилось так. Получилось так. А что вы первое, на какие симптомы обратили? Как вы вообще вляпались в медицину, имеется в виду, как получилось так, что вы пошли на обследование? Или это была профилактика какая-то? Как процесс развивался у вас? Если так честно, да, вот сказать, я первое, что мне приходит в голову, что могло быть вот толчком таким, да, это, наверное, ну, то, что муж попал в женский коллектив на работе, да, и, ну, появился там интерес в его сторону с одной сотрудницей, и плюс моя фантазия, наверное, такая богатая, которая разыгралась, и я так думаю, что я сама себе это все вот, ну. Хорошо, это, ну, такое важное вы наблюдение собственное сделали, но сейчас я немножко не об этом хотел узнать. Как вы, какие симптомы вы у себя наблюдали, как вы попали вот, ну, на обследование, почему вы, ну, кто-то же там терпит долго, у кого-то болит, кто-то на профилактике, там, оказывается, кому-то просто на обследование какие-то там необходимые по работе или там еще где-то. Как у вас развивался, как вы, какие симптомы были первыми и как вы попали на консультацию вот первую к онкологу? Первые симптомы у меня были, мы поехали в... вы опять пропали, свет. Да-да-да. Мы поехали вначале в Крым и там солнышко, видимо, мы вроде как уже и помирились с ним, да? вроде... То есть ссора была явной? Нет, знаете, вот ссоры-то не было, мне кажется, вот это то, что я, как сказать, если по ГНМ, да, смотреть, тело кричало рви, мечи, что хочешь, делай, а я этого не сделала, я все в себе вот это вот, ну, как-то решила, знаете, я же хорошая, я же, ну, так себя не ведут, надо как-то, ну, какие-то рамки приличия, там, то есть, ну, сделала вот такую себе медвежью услугу. Вот, а после поездки в Крым там солнышко сделало свое дело, я обнаружила уплотнение снизу. А как солнышко-то к этому привязано? Подождите, подождите, с чем вы еще солнышко обвиняете? Ну, не знаю, ну, вот, наверное, вот это вот начиналась фаза разрешения конфликта, да, я так вот уже понимать начинаю. Ну, если не стоит этими терминами, я говорю, потому что они часто нас уводят немножко в техническом плане, в сторону, потому что, да, это там, если мы описываем процесс, то там, да, есть одна фаза, там, вторая фаза, но в жизни это проявляется несколько, ну, смысла надо в это вкладывать и нас это путает, потому что мы думаем, что фаза разрешения и там уже что-то само собой происходит, но на самом деле это скорее всего просто зависание. Так вот, солнышко-то тут же ни при чем абсолютно, просто такая биологическая, почему очень часто, ну, опять, стерто, чтобы никому не внушать, бывает такое, когда мы расслабляемся в отпуске, на отдыхе, еще где-то у нас там какая-то симптоматика проявляется, потому что у нас нет биологической задачи решать, то есть все хорошо, наша тушка прекрасная говорит, ура, хозяин нашел, или там хозяйка нашла ответ, она, ну, она в безопасности. И здесь не про солнышко речь, вы могли, не знаю, поехать на Северный полюс и там ощущать себя комфортно, и там солнышко ни при чем. Просто да, так часто бывает, нет причины, нет треков, нет напоминаний, конфликт, ну, завершается, да, там, на биологическом уровне. Так вот, вы съездили в Крым, явного конфликта у вас не было, вы начали обращать внимание на симптомы, вот симптомы, симптомы, опишите, пожалуйста. Симптомы, во-первых, она болезненная была, вот эта шишечка, я уже не могла на ней лежать, и потом я начала обращать внимание, что у меня кровянистые выделения появлялись, из соска, соска, да, и тут, естественно, страх, я сразу думаю, все, это рак, и я, давай быстрее в интернет. Откуда вы вообще, вот почему первая мысль, это рак, они, там, не знаю, они беременные, у меня молоко потекло. нет, это исключено. Я шучу, я здесь совсем, я просто там сам немножко растерялся, почему вы подумали о плохом? Откуда вы знаете, что плохое вообще может быть с вами? Откуда такая... Ну, страх, наверное, вот страх какой-то. Ну, смотрите, я не знаю, я там испугался ежика на улице, да, он незаметно ко мне подкрался, за ногу, за пальцы кусил, я могу подумать, ой, бешенство, там ежик с лисой общался, и я там боюсь. Могу сказать, ой, какая милая зверушка, она голодная, может ее покормить. Можно сказать, ой, какой ежик классный, там, возьму себе на дачу, пусть он там меня от мышей защищает. И по-разному же я могу отреагировать. Почему вы отреагировали страхом онкологии? Кто-то, там есть, не знаю, вокруг вас, там история, родные, кто-то там где-то видели, где-то знаете, откуда вообще это известно. Вот у меня нет такого. Я не знаю, то есть у меня будет там что-нибудь отваливаться, я буду говорить, ну да, ну отваливается, потому что просто отваливается. откуда страх? Откуда вот знание плохого? Почему к себе знание плохого приклеили? Не знаю, почему тут сразу первое, что пришло, это... что же делать нам с вами? Что же делать? Вот не знаю, что делать, я уже не знаю. завтра вы поедете на ПЭТ-карте, да, я так понимаю? Да, да, а седьмого числа на следующий день у меня уже будет консультация в МИПСе, и там будут уже по результатам ПЭТ решать, что дальше делать. Но я сейчас в таком отчаянии, что я не знаю, это последний мой туда поход, нет, или на скольки это может, ну, длиться всё вот эти вот, знаете, я тут ещё эпилепсию получила. Да, да, потому что растёт вот этот метастаз, он действительно... И сейчас я пью таблетки противоэпилептические, потому что без них, ну, никак. Что же делать? Что же делать? Я не знаю. У вас такое слово прозвучало, которое я лично прям не очень люблю. Ну, в том плане, что я понимаю, что оно абсурдно, но мы в него залипаем, вот оно является таким... Вы сказали, я в отчаянии. И я просто часто повторяю эту фразу, что наше тело нас слышит и слушает, и мы, по сути, речью ему даём команды. Вот представьте рядом с собой маленького ребёнка, не ваших детей, а просто ребёнок, который от вас как от взрослой зависит. Вот, не знаю, кораблекрушение, вот вы и есть взрослая, и есть маленький ребёнок рядом с вами. И вы там выбрались из моря, да, вместе с ним, и такие, я в отчаянии. Вот, как он себя будет чувствовать? Ну, он тоже плохо будет себя чувствовать, да. Как ваша тушка должна себя чувствовать, когда вы говорите я в отчаянии? Да, соответствовать этому указанию. Так я задам вот свой любимый вопрос, что же делать? Ну, я понимаю, так надо как-то от этого страха уйти. Вот сейчас, невозможно от страха уйти, вот, сознательно. Вот, когда вы только родились, и вот если бы вы знали, что ваша жизнь сложится так, как сложится, что бы вы в жизни попробовали поменять? Вот там, прямо, когда вы родились? Ой, наверное, много. Я бы... Что в первую очередь? Ну, была бы посмелее, наверное, не знаю, у меня как-то вот страхи-страхи вокруг меня постоянно ходят. Сколько старшему сыну у вас? Старшему вот 11 класс закончил. В 17-м сколько? 17 лет, да? Или 18 уже? Нет, сейчас в 17-м исполнилось. В 17-м. 6 лет пошел, да. Ему 17, а младшему, соответственно, третий класс, это сколько там, 8, да? 9 исполнилось. 9 исполнилось. Вот. Ага. В среднем 11. 11. И вот... сейчас попробуем, 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 попробуем. Прям очень любопытно там все у вас разворачивается. какую сторону вас потянуть? Вот знаете, у меня есть еще такая, скажем, ну, можно туда же в эту копилку. У нас знакомые есть, которые очень близки друг мужа. И мы с ними очень так близко общались. И у них, ну, к сожалению, в 14 лет мальчик погиб. Он утонул. и его мама видела сон, что якобы вот тот погибший Виталик пришел и сказал, что Роме старшему нашему надо заниматься плаванием, а тот утонул. И я где-то, вот знаете, года за два, когда ему было вот лет 12, наверное, и знаете, тот-то погиб в 14 лет. И я постоянно вот жила в этом страхе, что скоро что-то случится непоправимое. вот серьезно, я постоянно этого боялась. И, естественно, когда еще и вот это произошло... Кто вас научил бояться жизни? Не знаю. ну вот кто? Вот я тоже... Кто вас научил бояться жизни? Прям вот вот у вас с правой стороны вот здесь новообразование было? С правой, да. С правой, да. Прям вот. Да. Что, кто вас научился бояться жизни? От какой опасности вы все время бежите в жизни? Что самого страшного в этой жизни? От какой опасности? Даже не знаю. Давайте. Какие условия должны... Давайте. Какие три условия должны быть выполнены, чтобы вы перестали бояться жить? Что-то мне даже в голову ничего не приходит. Хорошо, я вам задам другой вопрос, который люблю задавать. Вот если осталось пять минут жизни последнее, что вы будете делать? Бояться радоваться, грустить, плакать? Что? Последний день? Последний пять минут. Последний пять минут. Ну, хотелось бы радоваться, если бы это получилось. Хотелось бы. А от кого это зависит? Ну, логично от меня, да. Так, хотелось бы. Что мешает? Не знаю. Не сбегайте от меня, Свет. Ну, я не знаю, когда физика-то страдает, как-то сложно это совмещать, знаете, и радости. Она не страдает, физика реагирует. Страдаете вы в голове? Да. Да. Вот я еще задам еще один вопрос, я уже его задал. Вот вы только что родились, если бы вы знали, как ваша жизнь сложится, вы бы готовы были ее прожить так, как вы ее прожили? Сложный вопрос. Вот вы готовы второй раз прожить свою жизнь? Вот в таком же... Да, точно так же, как вы прожили ее. Знаете, мне постоянно хочется вот как от кошмарного сна проснуться уже. Это вот решение, да, это вот вот эта засада, которую я просто прошу вас выкинуть из головы. Это самое дурное, что мы можем сделать, сидеть с мыслью, что вот я устал, я не знаю, я не вижу выхода, или там что-то мне сказали, что я хочу улечь, заснуть, проснуться, и чтобы вот это как страшный сон. Да, да, да. Это абсурд. На уровне физики этого не бывает. И более того, стратегия это побежать туда, она тоже такая из детства, в том плане, что у нас была проблемка, мы ложились спать, мамочка там нас в голове погладила, мы просыпались, и день был ясный свет. Вот у взрослого человека другие задачи, и здесь вот не убегайте от меня, сейчас там просто у вас да, там сейчас посмотрим, как туда залезть-то. вот вы сейчас начали бояться очень сильно, вот у вас в теле такая, ну, я не хочу совсем все описывать, потому что для многих это будет звучать как внушение, но причина того, что вы так отреагировали, не в том, что это событие произошло, а в той предготовности так отреагировать. Вот я хочу все-таки узнать, где вы отреагировали, что может, где вы узнали, что может в жизни произойти что-то плохое. Вот сейчас закройте глаза, потому что это в несколько кусочках. Закройте глаза, вам 45. Вот в 40 у вас еще нет никакого диагноза, ничего. Да, вот, ну, пять лет назад же нет еще ничего? Нет. Нет ничего. Что там вас пугает? За детей какое-то постоянное беспокойство. Когда вы родили первого своего свинишку, у вас какое ощущение было? радостное. Когда второго? Когда второго? Тоже. Когда третьего? С третьим, знаете, он у нас такой получился незапланированный, разница у них всего два года, и честно, я не была готова к этому, то есть это был первая реакция, наверное, это был шок, потому что я не представляла, как это двое маленьких, муж постоянно на службе, справлюсь с этим всем, ну и кстати, он до трех лет молчал вообще у нас, вот, Мироша, младший, он просто не разговаривал. Ну, чтобы маме не мешать, маме и так тяжело, да, чтобы маме не мешать. Вот держите, держите ощущения, да, там вы в одну кучу все не мешали, а заставили реагировать тело, как бы нам, как бы нам вытянуть этот крючочек сейчас. Вот в 30 лет, давайте, скажите, мне 30 лет? Мне 30 лет. Что в 30 лет вас беспокоит? Какие задачи ставите и что хочется, что получается, что не получается? 30 лет. Так вроде все нормально, тихо. 20 лет. А во сколько вы замуж-то вышли? У меня это второй брак. Замуж я вышла. Все детишки в этом браке, да? да, да, по второму. Где-то 26, наверное, вот так, да, потому что 28 я родила первого. Да, вот 20 лет. Элит, давайте там, сейчас, давайте, хорошо, да, давайте 20 лет. 20 лет у меня был первый брак. Да, это понятно. Я вышла, в 20, наверное, я уже разошлась, потому что, ну... Увернулась, да? Угу. Угу. 15 лет. Я хочу просто посмотреть, где вы научились бояться. 15 лет. Да. Что в 15 лет происходит? Непонятно. Да, 12 лет. У вас папа с мамой вместе? Ну, папы уже нет, мама. Это сейчас? Ну, в смысле, они, ну, вместе жили, да? Да, да. Да, там все с этим нормально. 10 лет. Скажите, мне 10 лет? Мне 10 лет. Угу. Да, что там появляется за ощущение? не понимаю. Мне 7 лет. 7 лет. Знаете, идет картинка, как будто... папа выпивает и пьет маму. Что с тобой? Зачем? Зачем она делает? там тоже что-то связано, какие-то слухи, сплетни, что якобы она в его отсутствии гуляла, что ли. Вот смотри, да, давайте мы сейчас дальше не пойдем. Да, там просто это чувство, оно чуть выше было у вас. Так, чего там? Что, что там, что там маленькая Света? А как вас мама ласковая называла в детстве? Мама, как меня называла? Ласковая мама называла. Просто Света. Просто Света? Так вот, двумя словами, просто Света, да? Ну, Света. Хорошо. В чем там просто Света ошиблась? В чем Света, маленькая ошиблась, когда это происходит? Ну, в чем я могла ошибиться? Я маленькая. Не знаю, в чем вы ошиблись. Да, вы маленькая. В чем-то ошиблись. Сестра меня рядом сдерживала тоже. Ну, как бы мы с ней вдвоем стояли, тряслись. Старшая? Старшая. Старшая? Вот хорошо. Вот там там чувство такое. Как нам его достать? Закройте еще глаза. Сейчас. Поможем. Поможете немножко. Вот маленькая Света. Папа выпил. Сестренка рядом. И он там, ну, не знаю, как-то с мамой у них какая-то коммуникация, которая маленькую Свету пугает. В чем маленькая Света ошибается, глядя на эту коммуникацию? Я не понимаю, в чем мы с мамой. Я вас спрошу еще один вопрос. Сейчас отпустите эту ситуацию. Вот там, когда вы узнали, что там, у кого у вас же их друзей или знакомых, когда ребенок там утонул, погиб, и когда вот этот, про этот сон, что вашему сыну нужно идти учиться плавать. Я просто не вижу там объединяющего момента. Вот в эти еще хронологию восстановим немножко. Вы узнаете про вот это, ну, вот это внушение там пугающее вас, что ребенку нужно учиться плавать, что 14 лет, что да, там, ну, какой-то такой страх. Как вот этот страх, что же там у вас там? Потому что мы начинаем об этом говорить, и там становится прям жарко. страх за ребенка, как связано то, что вот муж там остался и приехал попозже, и вот этот страх за ребенка, как они связаны? вот давайте сейчас не пробуйте вспомнить, а просто вот сейчас, что за мысль у вас, как связан страх за ребенка и то, что вот там муж, ну, там у него, вам кажется, что у него там где-то внимание в стороне. как, давайте даже так сейчас скажу вам, сейчас по-другому сформулирую вопрос. Когда старший сын родился, что это было для вас? Вот у вас родился сын от любимого человека, что это для вас? Какие вы ему да? Какие вы ему задачи поставили? Кому? Мужу? Нет, сыну. Задачи? Да, вот он родился от любимого человека, что это было для вас? Подтверждение фото, подарок, там, еще, что это событие символизировало для вас? Ну, то, что вот она наконец-то семья, ребенок. Это подтверждалось, что это семья. Или что? И то, что ребенок, мальчик, ну, как бы вот тут, знаете, я спрашиваю вашу метафору, я просто, ну, там вижу просто один момент, и мне, ну, не хочу опять внушать, что для вас, чем для вас явилось рождение сына? Ну, то, что я, знаете, в конце концов состоялась, так скажем, как женщина, как мать. Вы сказали, да, как мать, что семья, ну, что теперь это семья. Почему? Если бы родилась девочка, такое же ощущение было бы или нет? Мальчик значим? Мальчик, да. Именно вот. Потому что, я говорю, я девочек не хотела никак. на кого похож, на вас или на супруга? Он, ну, смешанный такой, красавец. Ну, красавец-то, безусловно, имеет цветы такое. Ну, если... Или как? Вы видите в нем там кого-то, супруг видит кого-то? Что чаще? Ну, наверное, конечно, он ближе к отцу, такой вот, смугленький такой. Так вот, я задам еще раз вопрос, как связан страх за ребенка и страх, что у супруга, ну, там, внимание на стороне? Как связано? Да. Как для вас это связано? Страх за ребенка, вот это внушение, ну, там, страх, что может произойти с сыном что-то нехорошее, и что... что объединяет эти два опасения для вас? Не вижу связи. Нет, нету связи, да, для вас? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Тогда я... А вы в Крыму где отдыхали-то? На Севастополе. Всей семьей? Да. Чем вы там занимались-то? Да, как сказать, экскурсии на своей машине были, там, катались по местным окрестностям, купались, загорали. Так, вот. Это был какой год? Семнадцатый. Семнадцатый. Сколько было сынишки-то? Он у нас как раз старшим... Тринадцатый был. Да, да. Мы как раз планировали поступать здесь на Химовское училище. Он не поступил. жалко мне, что Севастополь ко всему этому привязан мой родной город. Ну ладно. Силы нам добавят. Добавят нам силы. Вот вы завтра поедете. Я еще раз вас спрошу. Завтра вы поедете. Что вы хотите увидеть? Ну вот. Что вы хотите услышать от врачей? Ну, знаете, наверное, хотя бы что-то, чтобы не вскрывать черепную коробку, так скажем. Отчего вы не можете убежать, что у вас эпиприступы происходят? Отчего вы вот на протяжении всех вот этих последних лет, что добавилось в эпиприступы? Отчего вы не можете убежать? Что самое большое, самый большой страх, который вас пугает? Ну, страх самый большой, конечно, это если вдруг случится мой ранний уход, то останутся слишком маленькие дети, и кто о них будет заботиться? отчего здесь супруг будет заботиться? Чего? Там старший сын, младший будет заботиться? Чего? Слушайте, нет незаменимых в этой жизни? Понятно. самый страшный страх. Отчего не можете убежать? Вот по какому замкнутому кругу бегаете и не можете из этого круга выпрыгнуть? Почему семь месяцев? Вот вопросов на самом деле у меня к вам гораздо больше, чем я сдаю, но почему цикл семь месяцев? Почему вы бегаете по этому кругу? Почему повторяется? Почему правая лобная доля? И там есть оттенок беспомощности может быть отчасти, что вы бегаете. Как нам из этого круга с вами выпрыгнуть? Прямо сейчас. Нас смотрят почти 300 человек. Представляете, каждый вкладывает там сейчас частицу какой-то энергии в то, чтобы у вас было все хорошо. А вы бегаете по кругу и не готовы как белка в колесе выпрыгнуть. Что нужно, чтобы перестать бегать по этому кругу? Ну, наверное, вот или принять эту ситуацию уже как есть, она... Я задам еще один вопрос. Вот если вы в пустыне заблудитесь, вы будете сидеть и ждать или пойдете? Пойду. Куда? В какую сторону? Как будете определять? Ну, с этим посложнее даже будет. А, как пойдете? Ну, наверное, в сторону солнышка. Хорошо, вот закройте глаза сейчас. Да, закройте глаза. Вот вы заблудились в своей жизни, где-то там вы заблудились. Да. И вот вам нужно пойти в сторону солнышка. Что вы телу своему скажете? иди ничего не бойся, наверное. Потому что вариантов там по-моему других нет. Либо ты идешь, либо ты остаешься и пропадаешь. Да. Вот как вам этот момент, что движение важнее результата? Как вам сейчас это увидеть? Это важно сейчас, чтобы вы для тела сказали, потому что там следующий шаг будет. Нужно то же самое сделать. Если вам придется уйти от детей и от супруга, но вы останетесь живы. В смысле? Ну вот просто вы уходите, остаетесь живой, они живут сами по себе. Так, и? И сможете, не сможете? При каких условиях сможете? Если вот вам говорят, что вот так, но только так, вы должны расстаться с ними, но тогда все живы-здоровы. И вы в смысле, ну у них-то и так все хорошо, и вы живете свои сто лет. Да. Держите это ощущение. Честно, да, или нет? Ради того, чтобы просто быть и знать. вот ну вы же боитесь, что ваш ранний уход там как-то повредит, как там дети без меня, да, Ну вот условие такое, вы уходите и живете, но с детьми никогда не видитесь, они живут, они вот думают, что вас нет, а вы знаете, что вы живете, они живут. Сложно. как-то сложно, я знаю, да. Это же мне кажется, еще хуже. То есть вы готовы, то есть вот где здесь ответ, где здесь решение? Все, что тогда все живы здоровы. Можете уйти или нет? Они будут знать, что я есть? Нет, они не будут знать, они будут думать, что вас больше нет, а вы будете живы-здоровы. Ну, и они, соответственно, будут живы-здоровы. Вы никогда не смотрели, не помню, как фильм назывался, как же он назывался, баловин судьбы, что ли, с Бельмондо, когда он такой богатый бизнесмен, и в какой-то момент он уходит на яхте и подстраивает так, что как будто яхта разбилась, он погиб, а он живет где-то в Африке и наблюдает за дочерью своей. его дочь думает, что он погиб, ну, там его похороны, там все, а он жив-здоров, но такое, чтобы вот они там и сын, и дочь у него, чтобы они там свою жизнь прожили без него. И «Баловин судьбы», по-моему, называется, такой классный фильм. Вот как, можете вот так уплыть, все будут думать, что у вас нет, а вы будете, но это условие от того, чтобы вы остались живы, здоровы. Что важнее? Нет, важнее, наверное, все-таки быть с ними. Да. Как нам решить эту задачу? Это важно сейчас, Свет. Начать жить. почему? что за ощущение сейчас у вас такое в теле? Каким словом можно? ну я про это спрашиваю, почему не можете этот шаг сделать? почему, почему вот эта связь сильнее, чем ваше здоровье? вот я я хотела до этого докопаться где я научилась бояться не важно где научились этот страх сейчас не важно где научились вот выбор можете его делать не важно где научились можете сделать шаг и все пойдет по-другому ну как сделать вид что ничего нет на самом деле или как я сейчас не про это если будет выбор уйти будете здоровы но не увидите родных нет это хуже почему ну потому что я буду знать что они страдают они почему вы считаете что они будут страдать ну знаете у меня средний очень такой знаете самый-самый привязанный наверное вот к маме почему считаете что они будут страдать почему вы не даете им вот этой свободы почему вы на себя все это берете а как как мы ее дать ну вот как родили выкормили все на ногах стоят все все каждый каждый отдельно как почувствовать себя отдельным и при этом здоровым заняться собой намешали вы там в кучу себе еще раз закройте глаза мне уже самому жарко скоро этот там взорвется что-нибудь ядерный реактор такой будет раз уж вы попались давайте не судьба мне делать короткие эфиры еще раз говорю выбор такой уходите все здорово при каких условиях можете это сделать что должно какие условия выполниться чтобы вы могли это позволить себе посмотрите у нас задачи три задачи вы вы очень точно и вот по поводу сына да там страха за сына сказали прям тело включается у вас не так не так тело включается по моим ощущениям не так тело включается по моим ощущениям на супруга но вот этот момент что вы бегаете по замкнутому кругу он прям удерживает этот момент как нам сделать если бы я знала я сама уже устала от этого я их всех замучила давайте вот выбор такой на одной руке это на другой это не убегайте давайте вот вам нужно сделать этот шаг говорить все друзья мои там детишки мои супруг мой люблю вас я пошла сделать сделать этот шаг у них хорошо и у вас хорошо что у них хорошо не за ваш счет а у вас хорошо не за их счет я ухожу я ухожу все равно идти. А здесь вы заблудились и почему-то не идете. В чем разница? В чем разница? На какую лодочку вы попались? Тут не пустыня, наверное. Пустыня, да. Что, вам нужно довести себя до такого состояния, чтобы вы в пустыне оказались, чтобы такое решение приняли? Ну, давайте отправим вас куда-нибудь в Марокко, выбросим с вертолета и все. Как это сделать? Вертолет и в Марокко. Да и не. Там уже все спать просятся, а вы все никак не можете. Пожалеете 300 человек. Что мне сделать? Пойти вперед. Оставить всех там, где они есть и пойти, и при этом любовь себе оставить. Хорошо. Я отпускаю всех и ухожу с любовью. Давайте, давайте. Давайте. Да. Давайте, давайте. Ну, там проявляется вот не до конца. Давайте. Перестать мучить всех, наверное, да? Потому что они видят все вот это вот ну, безобразие мое. Только я не знаю, как это сделать. Когда вы не знаете, как это сделать, как вы делаете? Вот вы что-то делаете, не знаете, как делать. Пробую, делаю. я не отступаюсь. Через страх делаю. А как сделать это не через страх? Через какое еще чувство можно это сделать? Быть смелее. Через какое чувство, если это не страх? Чувство. Чувство свободы, наверное, не знаю. Какое чувство? Если это не страх? Забить на все? Забить это не чувство. Есть такая поговорка, мы делаем что-то, есть два пути, из страха и из любви. Почему вы делаете из страха? Да, я тоже это слышала. Либо любовь, либо страх. А как-то мимо прошло. Да, страх остался, любовь ушла. Давайте, давай, чуть-чуть еще сейчас. Уже. Просто вот, да, вот там сынишки, да, все трое машут ручкой. Супруга. Все, пока-пока. Да. Да. Не знаю, приятные ощущения. Да, вот, молодец. Да, молодец. Открывай глазки. Открывай глазки. Открывай глазки. Чего-то какое-то, не знаю. Ладно, хорошо. Хорошо. Эмоции можете не держать. Вы тогда отключайтесь. Я вас благодарю, чтобы вы были. и не бойтесь. Хорошо? Хорошо. Я вам очень благодарна. Я вот еще, не знаю, как тут отключиться правильно. А, прямо на крестик, на крестик вверху нажимайте, там где-то должен быть. Да? Да. Все. Хорошего вечера. Константин, я вам очень благодарна. Правда. Спасибо огромное. Пока. Пока. Так. Так, Светлана у нас отключилась. Ну что, мы в понедельник уложились. Добрый вечер понедельника по Москве. Да, у нас есть, правда, всегда запаска Калининград, но мы туда не пойдем уже. Что я еще хотел сказать? Да, все написали. Да, свет и все будет хорошо. Свет и все будет хорошо. Так, что еще нужно сказать? Что добрые вечера понедельника продолжатся, вероятно, через месяц, на 4 недельки они перестанут в эфире появляться, очевидно, они будут появляться уже в каком-то новом формате. Не знаю, это будет понедельник или нет. Этот эфир пока завершает этот цикл того, что вот мы общались год. Все эфиры сохранятся. Кто смотрит на Ютубе, там, ну, соответственно, на Ютубе они тоже выложены, и там они точно будут. Завтра еще будет эфир с надеждой по поводу модного нынче повидло, и какое-то время этих эфиров не будет. Я вас всех благодарю, что вы смотрели. Хорошего вам настроения. Вечера отдыхайте. Добрый понедельник. Делают всю неделю доброй. И все остальное тоже. Всем пока. Спасибо. Спасибо.